Ливерпульское дерби, очередная победа Челси и первое поражение Мориню Главные события Тура Аппл английский футбол-спорт Полничь 6, 7 декабря 2019 года Мы ошиблись, но плакать не стоит Ливерпульское дерби Очередная победа Челси и первое поражение Мориню Главные события Тура Аппл Фото Michael Steele, Getty Images Прошедший среди недели пятнадцатый тур английской премьер-лиги Аппл подарил болельщикам множество ярких матчей Ливерпуль и Эвертон устроили голевую перестрелку в дерби По итогам которой риски лишились главного тренера А Манчестер-Сити в игре с Бернли реабилитировался за неудачу в прошлом туре Очередных побед добились Челси и Лестер А возвращение главного тренера Теттенхама Жазема Уиню на Уолтрафорт Сложилось для португальца неудачно Главные события минувшего тура в материале ленты.ру Порка для особенного Мауринью спустя горд вернулся на Уолтрафорт Португалец привез в гости к Манчестер Юнайтед свой Теттенхэм И очень хотел насолить бывшему клубу Однако планам было не суждено сбыться Шпоры провели самую слабую игру с момента прихода особенного В первом тайме лондонцы рассыпались под прессингом красных дьяволов И практически ничего не смогли создать в атаке Хозяева же, напротив, раз за разом вскрывали защиту соперника Особенно усердствовал Маркус Рашфорд Англичанин не останавливался ни на секунду Постоянно грожал воротам Паула Гассаниги с разных позиций И после одного из ударов в ближний юг он капитулировал В остальных эпизодах вратарь Теттенхэма играл блестяще Только благодаря его мастерству Мю не решил все вопросы еще в первом тайме Уйти на перерыв Теттенхэму посчастливилось при равном счете Заслуга в этом принадлежит единственному человеку Деляли Маринью удалось расшевелить талантливого полузащитника Который после прихода португальца забил три мяча и сделал один голевой пас в трех матчах На исходе 40 минут игры Ховбек провернул цирковой трюк Перебросил мяч через двух защитников Мю А затем послал его в дальний югол Этот гол один из самых эффектных в нынешнем сезоне Еще один заслуживающий внимания эпизод первого тайма произошел на 13-й минуте Ховбек гостей Гарри Уинкс жестко подкатился под Даниэля Джеймса После чего валиец упал к ногам стоящего на бровке Моуинью Полузащитник Мю головой протаранил колено специалиста Но, к счастью, обошлось без травм К сожалению для поклонников Таттенхэма Подвиг Али был одним из немногих светлых пятен в игре шпор за матч На старте второго тайма защитники гостей зевнули рывок Рашфорда Муса Сисоко нарушил правила в штрафной А пенальти четко исполнил сам пострадавший В оставшееся время Манчестер Юнайтед спокойно делал то, что умеет лучше всего Оборонялся Гости же не ставили перед защитой манкунянцев неразрешимых задач Красные Дьяволы довели матч до победы Не позволив Моринью потешить самолюбие В начале второго тайма мы пропустили гол Который нельзя пропускать Мы проспали ввод мяча из аута и позволили Рашфорду атаковать Как только он попадает в штрафную Защитникам труднее обороняться Маркус был умен и ждал касания защитника Первый тайм соперник начал агрессивнее и заслуживал гола Может, даже сделать счет 2-2-0 Потом мы взяли игру под свой контроль Но гол после перерыва дал преимущество Мы ошиблись, но плакать не стоит Резюмировал после игры португальский тренер Шоу на Энфилде и оплеуха Арсеналу Увидев стартовый состав Ливеркуля на дерби с Эвертоном Многие поклонники красных были шокированы Главный тренер Мерси Сайцев Юрген Клоп поставил в запасе Мохаммеда Салаха, Роберта Фирмина и капитана команды Джордана Хендерсона Шанс проявить себя получили играющие от случая к случаю Девакареги и Шердан Шакири Первый тайм показал, что немецкий специалист адекватно оценил силу соперника И оправданно применил ротацию состава Эвертон играл на пределе возможностей Забил дважды, но пропустил четыре мяча Хозяева в 2-3 передачи доходили до штрафной рисок Практически каждая атака завершалась опасным моментом Дублем отметился Ореги По мячу забили Шакири и Мани Причем три из четырех взятий ворот случились после выходов один на один Матч Ливеркуль-Эвертон фото Ли Смит, Ройтез Во второй половине силы Эвертона иссякли А Ливеркуль в режиме энергосбережения забил еще один мяч Очередная победа позволила красным установить клубный рекорд По количеству матчей без поражений в Аппл подряд С учетом прошлого сезона серия длится 32 игры Эвертон же опустился в зону вылета А спустя сутки после разгрома от Ливеркуля Руководство уволило главного тренера Марку Силву Исполняющим обязанности назначен Фергюсон Правда, не сэр Алекс И даже не боец Маттони, а Донкан В клубе сразу заявили, что бывший шотландский футболист временная фигура Сейчас команда ищет специалиста Который сможет вдохнуть жизнь в разваливающийся на глазах Эвертон Такой же временной фигурой с большой удалей вероятности окажется И исполняющей обязанности главного тренера Арсенала Фредерик Юнгберг Швед принял канониров неделю назад Но уже успел сыграть на выезде в нишью с Норвечьем А дома проиграть Брайтону Казалось, предпочитающий открытый футбол Чайки идеальная мишень для канониров Но недооценивать чудовищ на низкий уровень обороны Арсенала нельзя Думается, даже тульский Арсенал мог бы с легкостью забить лондонскому Теске пару мячей Что уж говорить о крепком середнике Аппл Брайтоне Подопечные Грэм и Поттера превзошли оппонентов по количеству созданных голевых моментов Организованно защищались и заслуженно победили 2 к 1 Матч Лестеру от Форт Фото Лейла Кока АП Хозяевам удалось выиграть на классе Такого команда не демонстрировала даже в чемпионский сезон Когда победы почти во всех матчах приходилось буквально выгрызать Очередной, 14-й мяч забил Джейми Варди А контрольный выстрел в дальний угол произвел Джеймс Мэндисон Лисы одержали седьмую победу подряд и остаются главным преследователем Ливерпуля Челси прервал серию из двух поражений Аристократы дома встречались со Стонвиллой, способной создать проблемы для любого соперника Хозяев по традиции нынешнего сезона выручили собственные воспитанники Галами отметили Стэмми Абрахам и Мэйсон Маунд Бирмингемцы играли неплохо, но сподобились лишь на один мяч в исполнении Махмуда Хасана И снова 2А Система 2А В нынешнем сезоне дебютировала в Апл и практически каждый тур подвергается критике Арбитров призывают лично просматривать видеоповторы Правильность начерченных для определения офсайда линий подвергают сомнению А о назначенных и неназначенных пенальти спорят ничуть не меньше, чем раньше Однако противников 2А хватает и за пределами Туманного Альбиона Совсем недавно на эту тему высказался президент УЕФ Александр Чеферин Это бардак Я считаю, что не нужно фиксировать офсайт, который составляет 1 или 2 сантиметра К тому же линии в ходе повтора рисуют сами видеоассистенты Поэтому получается, что в объективном критерии присутствует субъективный рисунок Мы предложим внести изменения Международному совету футбольных ассоциаций, а также самим арбитрам Наше предложение в том, чтобы допустить офсайт в 10-20 сантиметров Заявил чиновник, не уточнив, как корректно измерять расстояние и что делать с 21-сантиметровыми офсайдами Показательный момент произошел в матче Sheffield United Newcastle 0.2 Эпизод со вторым голом начался с заброса на форварда 40 Энда Киролла, который скинул мяч на Джон Джош Элви В момент первой передачи лайнсмен зафиксировал офсайт, после чего все футболисты Sheffield, включая вратаря, остановились Лишь невозмутимый Шелви спокойно добежал до ворот и катнул мяч в сетку, а свисток арбитра промолчал После гола судья обратился к видеоассистентам, которые решили, что Киролл был в правильном положении Мяч засчитали, а Sheffield окончательно сломался Если лайнсмен поднимает флаг, а главный арбитр собирается дать свисток, думаю, реакция защитников была естественной Теперь это другая игра, к которой все должны адаптироваться Я мог бы критиковать своих футболистов за то, что они перестали играть, ведь не было свистка главного арбитра Но мне показалось, что даже Шелви был уверен, что находится в офсайде, заявил после игры главный тренер Sheffield Крис Уайлдер Алексей Гусев